Если вам интересно, как составить сбалансированную, полезную продуктовую корзину на неделю, ставьте лайк, а я сейчас вам все расскажу. И я сразу шокирую вас стоимостью, потому что сбалансированное питание на одного человека на неделю выйдет в районе 3000, чуть-чуть с небольшим хвостиком. И это действительно хороший рацион питания, который будет добавлять вам здоровья. Вы можете адаптировать ее, например, под ваши нужды, количество человек или особенности. Цены в разных регионах России несколько отличаются. Напишите в комментариях, насколько выйдет потребительская корзина такая в вашем регионе. И начнем, пожалуй, с моих любимых жиров. Это рыжиковое масло для салатов. Я рекомендую его покупать обязательно в стеклянных бутылках, в темном стекле, в литраже где-то 300 мл. И после вскрытия употреблять масло любое, в принципе, не только рыжиковое, в течение 2-3 недель. Бутылка такого масла в среднем стоит рублей 300, и на неделю у вас уйдет чуть-чуть меньше половины. И это около 150 рублей. Дальше у нас есть масло ГХИ, на котором мы жарим. Здесь мы его положили с вами 50 грамм, и это будет где-то 125 рублей. Дальше, конечно же, масло сливочное. Только 82,5%. 72,5% не берем. Сливочного масла у нас 100 грамм, и это 100 рублей. 200 граммов сала 150 рублей, тут, конечно, в зависимости от того, какое сало, и в зависимости от того, в каком регионе вы живете. Тыквенные семена 200 грамм, 150 рублей. Авокадо 400 грамм, это достаточно вообще на неделю, это 200 рублей. И красная рыба 250 грамм, это что-то в районе 300 рублей. По рыбе есть небольшой лайфхак, потому что, если вы, например, возьмете не готовую рыбу, которая непонятными консервантами еще напичкана, а сами возьмете свежезамороженную, например, или вообще свежую рыбу, если у вас есть доступ, и посолите ее дома, это будет и полезнее, и дешевле. Белок обязательно нужен любому организму. Из белков строится все наше тело, и по белкам у нас здесь, конечно, большое разнообразие, потому что это филе птицы у нас 400 грамм, где-то в районе 250 рублей. Это белая рыба 200 грамм, и это в районе 170 рублей. Не рекомендую покупать тилапию и пангасиуса, потому что я один раз видела собственными глазами, как выращивают тилапию, в каких местах, чем ее кормят, и с моей точки зрения это не совсем чистая рыба. Идеальная рыба это минтай, если мы говорим про белую рыбу. И если вы живете в той местности, где свежей рыбы нет, то вполне можно покупать замороженную. Дальше у нас в корзине с вами сыры, и здесь я рекомендую, конечно, только твердые сыры, потому что это ферментированный продукт. В нем уже мало лактозы, и он уже более хорошо принимается нашим организмом. 200 грамм здесь у нас лежит, это где-то 150 рублей. Дальше у нас яйца 10 штук, это в районе 90 рублей. Морепродукты это 200 грамм, в районе 140 рублей это выходит. И, например, здесь может быть кальмар или, например, мидии замороженные. Дальше у нас с вами творог, обязательно 9%. Никаких обезжиренных продуктов, особенно, когда мы говорим про молочку. 200 грамм в районе 90 рублей. Кости говяжьи, именно кости без мяса. И это можно сделать, прийти в любой мясной магазин и сказать, я хочу покупать у вас чистые кости без мяса. Для костного бульона, который является источником хорошего, биодоступного для нас коллагена, который залечивает наши слизистые оболочки, которые поддерживают здоровье нашего кишечника, кишечной стенки в частности. Это идеальный продукт. И здесь у нас 500 грамм 80 рублей. И дальше у нас куриная печень 200 грамм 70 рублей. У нас с вами остались углеводы. Здесь у нас, конечно, нет такого разнообразия, как в белках. И у нас из углеводов возможны только гречневая крупа, бурый рис и макароны из твердых сортов. Всего по 100 грамм каждый из этих круп. И это в районе 20 рублей гречневая крупа и бурый рис и 40 рублей макароны из твердых сортов. Я вам рекомендую с углеводами не делать разнообразие. Потому что наша с вами задача это снижать количество углеводов, особенно, если мы говорим про зерновые. Гречка не относится к зерновым, поэтому мы ее оставляем. Я подготовила для вас не только список продуктов, но и пример моего завтрака. Скачать его вы можете по ссылке в описании к этому видео. И, конечно же, овощи и фрукты. Они обязательно должны быть в вашем ежедневном рационе. Это около где-то 300-500 граммов в день на человека. Тут мы можем просто на одного человека взять 2 килограмма. И это могут быть разнообразные причем овощи. Это обязательно капуста всех сортов. Это морковь, это свекла, это редька, огурцы, батат, брокколи. Очень много. Ну и сюда же зелень, конечно. Зелени должно быть тоже в рационе очень много. По поводу фруктов мы говорим с вами сейчас про условно здорового человека. Поэтому мы оставляем фрукты 800 граммов в неделю. И это условно выйдет на 800 рублей. Но я все-таки рекомендую добавлять сюда еще и ягоды. Если у вас нет доступа к свежим ягодам, вполне можно брать замороженные. Ягоды это вообще суперфуд. Мне сын говорит, все дорожает, я не могу питаться правильно, и поэтому лапша доширак. Я говорю, слушай, хочешь я тебе посчитаю, как ты можешь буквально там на 10-12 тысяч в месяц очень качественно и правильно питаться только полезными продуктами. Сбалансированный завтрак это что? Например, у тебя на завтрак 2 яйца, авокадо, штук 5-6 оливок, бутерброд с рыбой. И у тебя на завтрак салат, в который входит, например, редька, квашеная капуста, морковка, ягодка какая-то, брусничка. И все это залито оливковым маслом. Ну и мы там с ним берем, например, что 100 стоит десяток, значит, одно стоит 10. 20 рублей стоят яйца. Сколько стоит авокадо? Там, грубо говоря, 50 рублей. Сколько стоит банка оливок? Сколько в банке оливок? Вот раздели это на количество. Тоже получилось сколько-то там рублей. Ну то есть вот мы все это посчитали, и у него вышел, что завтрак у него 150 рублей. Я говорю, сколько ты раз завтракаешь? 30. То есть 4,5 тысячи на завтрак. Он такой сидит и говорит, ну да. Друзья мои, я от души хочу, чтобы абсолютно любой человек прямо со школы, с детства знал, как работает его организм. Нам не нужны уже никакие лекарства. Мы точно знаем, что у нас есть механизмы защиты, которые нам подарила природа, и мы ими умеем пользоваться. Подписывайтесь на мой канал. Здесь много полезной информации. Мы будем обязательно с вами делиться и обсуждать все нюансы здорового образа жизни. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья Ресурс. До новых встреч!